Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний наш собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, нефть по 200. Байден тайно умоляет Иран ударить по Израилю ограниченными средствами. Что вы ожидаете от рынка нефти? А тут вот как все интересно поворачивается. То есть, с одной стороны, Иран, ну, было очевидно, что какое снятие санкций, вы о чем, как. Это не могло работать таким образом, потому что у Ирана некие свои представления о прекрасном. У Ирана есть некая позиция, которая четко прослеживается на протяжении многих лет. И эта позиция не подразумевает, что вы снимаете с Ирана санкции, а он радостно хлопает в ладоши и начинает бездумно, безудержно увеличивать добычу. Мы же видели, как это было в 2016-2018 годах, когда санкции были сняты. Ну, частично, но все-таки сняты. Иран не был заинтересован в том, чтобы залить мировой рынок нефтью. Ну, потому что как-то глупо увеличивать добычу нефти, если это приведет к тому, что твои доходы снизятся. Он постепенно наращивал производство, и больше всего он был заинтересован не в том, чтобы залить окружающий мир нефти. Он был заинтересован в том, чтобы пришли зарубежные компании и стали помогать ему развивать местную нефтепереработку. Во-первых, и местный рынок нефтепродуктов. Во-вторых, они приветствовали компанию Shell, которая зашла и сказала, да, мы будем тут АЗС развивать. Они приветствовали наши компании, которые говорили, мы и добывать поможем, и нефть перерабатывать поможем. Все, ребята, бегите к нам, мы будем с вами сотрудничать. Иран, в общем-то, не сказать, что маленький, но и не сказать, что гигантский производитель. То есть он производит там до 4,5 миллионов баррелей в сутки. Последние годы баррелей и нефти, и там, ну, в принципе, жидких углеводородов, то есть и нефть, и газовый конденсат. Если мы возьмем последние показатели, которые вот публикуются, то по оценкам ряда мировых аналитиков, Иран добывал 3,5-3,8 миллионов баррелей в сутки в 2023 году, ну, вот скажем, до 4 миллионов баррелей в сутки. Заинтересован ли Иран, если вдруг с него бы сняли санкции, в том, чтобы там дополнительно миллион баррелей бросить на рынок? Нет. Более того, если с него снимают санкции, на него начинают действовать ограничения. В рамках ОПЕК-плюс у Ирана сейчас есть исключение из этих ограничений, потому что он и так не может в полную силу добывать нефть из-за имеющихся вот этих санкционных ограничений. При этом, если он добывает 4,5 миллиона баррелей в сутки, он все эти миллионы потребляет внутри себя? Нет. Он экспортирует нефть. А как он экспортирует нефть, если запрещено? А есть такая страна Китай, которая пилевать хотела. Просто вот как плевать? Слюной на вот эти все запреты. Иран поставляет нефть в Китай, там, до миллиона баррелей в сутки. И хорошо себя чувствует. Иран себя хорошо чувствует, и Китай себя хорошо чувствует. Притом, эта торговля позволяет Ирану развивать и местную нефтепереработку, и местные нефтяные транспортные мощности. То есть, в принципе, Ирану в целом не то, что прям хватает-хватает, но достаточно на данном этапе вот этих денег. Если санкции снимут, он, да, он, конечно, немножечко больше будет зарабатывать, но и то не будет идти речь о том, что Иран как-то неадекватно себя будет идти. Радостно. Ура, с меня сняли санкции. Сейчас, в принципе, говорить о снятии санкций немножечко смешно. Представить себе, что Соединенные Штаты в текущих условиях будут иметь политическую возможность сказать, да, иранцы, вот мы видели, что произошло, но вот все-таки, вот видим мы вас, может, вы покаетесь немножечко, вот на исповедь сходите, в смысле, мусульмане, а у вас же есть какая-то исповедь, сходите на исповедь, покайтесь, и вот тогда мы с вас снимем санкции. Возможно, подобное? Да нет, конечно. То есть, это и раньше, вот эти разговоры, снимут санкции, не снимут, это было безумие, а сейчас-то тем более. Но вот этот удар, который пришел по Израилю, будет воздействовать на мировой рынок, опять же, в краткосрочной перспективе. То есть, вот это в моменте, вот эти на спекулятивную составляющую. То есть, могут ли цены взлететь там до 100-120 долларов? Ну, теоретически, да. Однако, могут ли они закрепиться на этом уровне? Не сейчас. По крайней мере, если уровень конфликта останется на текущих показателях. Потому что по большому счету, вот этот обмен ударами никакого влияния на мировой рынок нефти не оказывает, если мы говорим не про информационную составляющую, а про фундаментальные факторы. Ведь никакие месторождения не были затронуты. Израиль, мягко скажем, не самый выдающийся потребитель. Ну, Иран, да, поставляет вот в Китай. Но, опять же, удар все-таки наносился, на который они отвечали, удар наносился не по территории Ирана, тем более не по им месторождениям, а по вот дипломатической миссии Ирана в Сирии. Как, при чем тут рынок нефти? Да ни при чем. Если текущий, если этот конфликт остается вот в текущих рамках, локальных рамках, то мировой рынок после некоторой истерики опять успокоится и цены останутся на нынешних уровнях. При том, что нынешние уровни в западной прессе рассматриваются как завышенные, как уровни, которые вызваны напряженностью на Ближнем Востоке. Но, дорогие друзья, эта напряженность длится с октября 2023 года. И пока вот эта напряженность была, почему-то цены падали, а потом восстанавливались. Это что за напряженность такая? Она куда-то девалась? Нет, никуда не девалась. Рассказы про «О, Боже мой, Красное море перекрыто, через него практически не идут никакие суда». Сюда идут, нефть поставляется через Красное море. Да, кому-то там постреливают, опять же, на мировой рынок нефти. Там события в Красном море, в Суэцком, ну и затрагивающий Суэцкий канал, какого-то заметного воздействия не оказали. Ну, такого ярко выраженного, про которое можно было бы сказать. Вот, видите, вот конфликт уже воздействует на мировой рынок. То есть воздействие было, но очень и очень незначительное. Потому что Красное море не является болевой точкой мирового рынка. И сам по себе конфликт на Ближнем Востоке носит локальный характер, не затрагивая крупных игроков, не затрагивая ни крупных игроков с их крупными месторождениями. И этот конфликт не затрагивает Армузский пролив. Это небольшой пролив, это маленькая географическая точка в районе Омана, ну так, между Оманом и Ираном. Это, собственно говоря, точка, которая позволяет нефти переходить в Оманский залив и дальше плыть разным потребителям. Какой-то Мумбай в Китай, ну Мумбай в смысле в Индию, в Китай, в страны Европы и так далее. Вот Армузский пролив, это действительно болевая точка мирового рынка. Это при том, как рынка нефти, так и рынка нефтепродуктов, так и рынка сжиженного природного газа. Через эту точку в сутки проходит порядка 15 миллионов баррелей сырой нефти и газового конденсата, то есть сырья, и порядка 5 миллионов баррелей нефтепродуктов. Ну и так скромненько, примерно 20-25 процентов всех мировых поставок сжиженного природного газа идут через эту географическую точку. Притом, если Иран на протяжении последних трех лет, ну да, примерно трех-четырех лет с 2020-2021 годов расширял транспортные мощности, которые позволили бы избежать негативных последствий возможного перекрытия Армузского пролива. Ну то есть он просто построил нефтепровод с северо-запада страны до Аманского залива. Ну то есть как бы минуя вот Армузский пролив. И как раз нефтепровод позволяет где-то миллион баррелей в сутки прогонять. Ну вот сколько вот в Китай поставляется, вот примерно столько. А то, скажем, у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть некоторые нефтетранспортные мощности, которые позволяют часть поставок перебросить не через Армузский пролив. Но этих мощностей в сумме, вот если Иран взять, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, где-то 3,5 миллиона баррелей в сутки. 20 миллионов идет, ну, нефти и нефтепродуктов идет через Армузский пролив. Из них, ну, 3,5... Ну хорошо, 5 миллионов баррелей можно перебросить на альтернативные направления. Притом 5 миллионов, это я вот в их пользу очень сильно говорю. Есть ряд оценок, что можно и 10 миллионов перебросить, но это прямо, знаете, напрячься и далеко не сразу. Ну хорошо, даже 10 миллионов вы возьмете и перебросите. А 10-то все равно никуда не пойдут. 10 миллионов баррелей — это где-то 10% мирового рынка. 20 миллионов баррелей — это 20% мирового рынка. Угадайте, что будет с мировым рынком, если с него уйдут такие объемы? Чтобы легче угадывалось, я замечу, что по оценкам, которые проводились летом 2022 года, уход с мирового рынка 2-3 миллионов баррелей российской нефти привел бы к подорожанию нефти до 350-360 долларов за баррель. Вот. Притом возможности по экономии, разумеется, есть. То есть вот если вдруг что-то такое происходит, Европа будет экономить, Соединенные Штаты будут экономить. Все будут экономить. У всех есть потенциал для экономии. Но любая экономия — это замедление экономического роста. Потому что вы меньше торгуете, у вас меньше денег, у вас меньше оценки этого самого ВВП, на который все, понятное дело, молятся, у вас меньше работают нефтеперерабатывающие заводы, у вас часть людей просто будет уволена, у вас вырастет, в принципе, количество безработных, у вас снизятся заказы со стороны нефтеперерабатывающих заводов на различного рода химию, на различного рода оборудование. Будут срезать затраты другие компании, которые связаны с нефтяной отраслью. Будет сыпаться рынок, будет сыпаться авторынок. Ну, потому что за счет чего, например, Штаты могут экономить. Штаты, где в 4 раза больше бензина потребляется, прошу прощения, да, бензина потребляется в 4 раза больше на душу населения, чем в России. За счет чего? Ну, за счет того, что будет не один человек ехать на машинке, а будет как во время Второй мировой войны, как во время нефтяного кризиса 73-74 годов, будут по 4-5 человек садиться в машинку и ехать. Ну, то есть у вас резко обваливается потребление нефтепродуктов, то есть вы потребляете где-то 8 миллионов баррелей в сутки автобензинов, а будете потреблять меньше. Ну, раза во сколько? Ну, в 2-3 раза меньше. Это снижение где-то на 4, на 5, на 6. Опять же, в зависимости от того, насколько успешно будете экономить. Это снижение потребления нефти, это снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов, это работа нефтеперерабатывающих заводов в неоптимальных режимах, это, собственно говоря, вот как я уже сказал, снижение заказов в смежном отраслям, это снижение продаж в автомобильном, ну, на авторынке, ну, потому что если вы и так, в общем, ездите, скульковавшись далеко, ну, вот не сейчас покупать автомобиль. Тут можно сказать, ну, тут же вот как раз расцветут электромобили. Да, конечно, расцветут электромобили, безусловно, прям сразу. Ну, тут, правда, момент такой, что если вдруг их количество, их производство потребуется увеличить, то потребуется увеличить производство батарей. Литий дешевел-дешевел, потом перестал дешеветь. Вот сейчас он так немножечко еще подорожал, прям чуть-чуть, но все-таки подорожал. Стоит он сейчас примерно в 3 раза, в 3,5 раза дороже, чем стоил на минимальных отметках в конце 2020 года, когда говорили, литий дальше будет дорожать. Что произойдет с литием, что произойдет с батареями, что произойдет с себестоимостью электромобилей, которые и так не дешевые? Насколько выгодно будет их покупать с тем соображением, что, ну, вот я сейчас куплю, буду экономить, вот электричеством буду заряжать и буду кататься? Насколько это будет выгодно? Это дискуссионный вопрос. Можем как-нибудь отдельно об этом поговорить. Ну, вот. И, по сути, даже экономия, которая приведет к снижению среднего потребления нефти, приведет к тому, что экономические показатели просядут, инфляция возрастет, к тому, что, в принципе, кризисные явления, которые без того не преодолены, не то, что с 20-го, с 2007-го, 2008-го годов, они еще больше расширятся, они еще больше будут проявляться и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Это вот одна маленькая географическая точка. Поэтому сейчас главный вопрос. Ответит ли Израиль? Если ответит, то как? Потому как, если он ответит так, что он нанесет удар по Ирану, и вот этот локальный конфликт перерастет до уровня регионального, то есть охватит весь Ближний Восток, ну, или большую часть Ближнего Востока, то тогда мировой рынок действительно будет испытывать такой удар, которого, в принципе, не было никогда. Ну, а вас я призываю подписываться на мой персональный телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Если подпишетесь на спонсор или Бусти, будет вообще прекрасно. Там отдельно раскрываются некоторые аспекты, в том числе, касающиеся вот текущей ситуации. Ну, а на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика.инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.